Здравствуйте! Вы помните то видео, где я рассказывал о приставке Amstrad GX4000? Надеюсь, помните. Для тех, кто сюда впервые зашел, объясняю. В конце января 2019 года я записал видео про такую приставку, как Amstrad GX4000. Это была 8-битная приставка. Вот, я это видео сделал и опубликовал на свой канал еще в конце января. По-моему, 31-го числа, если мне не изменяет память. Прошу заметить то, что это было первое видео про приставку. До этого я записывал только про компьютеры. Именно с Amstrad GX4000 я как раз-таки начал рассказывать про консоли. Другие консоли. Вот так. Видео само по себе неплохое, но в нем есть пара недостатков. Это ошибки и тавтология. Поэтому сегодня я хочу сделать ремастер от версии этого видео. Информация будет та же, но с исправлением ошибок. Да, я прекрасно понимаю то, что я обещал сделать видео по PlayStation 1. Но видео получится очень длинным, даже, наверное, длинным, чем PlayStation 2 видео, которое получилось больше 20 минут. Уверяю вас, видео по PlayStation 1 точно будет длинным, наверное, даже на полчаса, то есть 30 минут. Я точно не знаю. Причем я только начал проект, записал там историю PlayStation 1 и проект получился аж на 5 минут. Да, я сам не ожидал такого. Ну ладно, перейдем уже к Amstrad GX4000. Компания была основана в конце 60-х годов в городе Брэндвуд, графство Эссекс. Название Amstrad расшифровывается как Alan Michael Sugar Trading в честь основателя данной компании, Алана Шугара. Именно он создал эту компанию. Однако компания просуществовала не так долго. Она была упразднена уже в 1997 году. Она была ликвидирована, а ее акции были разделены между другими компаниями, Wiglin и Betacom. Вот так. Однако еще в 80-х годах эта компания занимала значительное место на рынке персональных компьютеров в Великобритании. У компании была попытка создать свою приставку, что в принципе и совершилось. Уже в 90-м году для европейского рынка и для своей же собственной страны была выпущена приставка Amstrad GX4000. Первая приставка от компании Amstrad. Это была 8-битная приставка. Но проблема заключалась в том, что в начале 90-х годов уже появилась новая эра 16-битных игровых систем. То есть в Японии, США и странах Европы была уже выпущена такая приставка, как Sega Mega Drive и Super Nintendo. И 8-битные системы мало кого уже интересовали в то время. И по сути Amstrad GX4000 успеха не достигла. И через некоторое время эта 8-битная приставка просто загнулась. Вот как-то так. Давайте поговорим про саму приставку. Amstrad GX4000 является просто обычной основой компьютера Amstrad CPC 6128+. Напомню, что CPC, или же Call of Full Personal Computer, это линейка 8-разрядных компьютеров от той же компании Amstrad, выпускавшейся с 1984 по 1990 год. Кстати, приставка стоила около 100 фунтов. То есть 8000 рублей. Что на самом деле дороговато. Чтобы вы понимали, это 130 долларов, 116 евро и 3000 гривен, 187 австралийских долларов и 170 канадских долларов. Но я думаю, это не обязательно было говорить. Немного про комплект. Поставлялся в комплекте с приставкой также адаптер, телекабель, два контроллера и картридж с игрой Barney Grabber. Да, кстати, приставка работает на картриджах, поэтому не удивляйтесь. Что еще можно сказать по поводу этой приставки? Вроде бы уже все сказал. Да, она является немного модифицированной основой компьютера Amstrad 6128+. Почему, спросите? Да потому что большинство софта, которое шло на этот компьютер, можно было запустить и на этой приставке. Но была также и еще одна фишка. Игры, которые выходили на Amstrad GX 4000, можно было запускать и на компьютере 6128+. Это скорее уже является обратной совместимостью. Что на самом деле не может радовать. Теперь перейдем к техническим характеристикам. В приставке используется все тот же старый 8-битный процессор Zilog Z80A, который работает на частоте 4 МГц. Оперативной памяти 64 килобайта, а встроенный 32. Неплохо. Графический чип или же видеопроцессор мог быть разным, но все от одной и той же фирмы Hughes. Звуковым чипом, который выдает только монозвук, является AY38910A, который использовался в тех же компьютерах MSX. Дальше перечислять характеристики не буду. Просто покажу большую плату, которая использовалась в этой приставке. За недолгий срок существования этой приставки было выпущено не менее 40 игр. Причем большая часть игр была создана только в 90-м году и являлась обычным переносом из других систем. Например, такая игра как Klax. Она выходила на аркадные автоматы, приставки Atari, такие как Atari 2600, 5200 и 7800, Master System, Game Gear, NES, Game Boy, ой, там очень много приставок было, в том числе и Amstrad GX 4000. Но из всех выпущенных игр самыми интересными являются Burning Rubber, Klax и Robocop 2. Ну, к этому можно еще отнести Бэтмена, но правда я в Бэтмена не играл, тем более я с этой серией, точнее с франшизой, персонажем, играми вообще не связан. Я и не особо любил эту всю фигню. Да-да, я не очень люблю Бэтмена. Ну и последнее, это эмуляция. Эмуляторы Amstrad GX 4000 все же есть, но не самой приставки, а компьютеров Amstrad. Сами эмуляторы я, конечно же, не тестировал, ленивая падла. Да, в плане этого я очень ленивый человек, не хочу ничего тестировать абсолютно, по барабану практически мне. Но опять же, на самом деле, вы можете сами протестировать эмуляцию, просто скачав по ссылке в описании эмуляторы. Можете скачивать либо на TV Games, либо на Emuland, без разницы, но все равно я кину ссылку на два сайта. Ссылка будет в описании. Что ж, это вроде бы все, что я хотел рассказать про эту приставку. И да, я вас обманул. Я все же тестировал эмуляцию Amstrad GX 4000 только через сайт Wayback Machine, благо он мне позволил это сделать. Сейчас я вам покажу немного ускоренный геймблей игры Burning Grabber, который я записал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok